МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то подпарижская деревенька, а затем пристанище творческой богемы и романтиков. Монмартр! Здесь такая классная атмосфера, что того и гляди, из-под воротни Д'Артаньян выскочит. Эти колоритные улочки насквозь пропитаны жизнью и творчеством именитых людей искусства. От Ван Гога до Ильи Репина. Покутить и покуражиться они тоже любили. Об их похождениях в здешних кабаках ходят легенды. Вот, например, в этой кафешке любили проводить вечера Пабло Пикассо, Шарль Азнабур и Эдит Пиаф. Да? Па-дам, па-дам, па-дам. Монмартр – настоящая мекко-творческая элита. Еще сто лет назад он не был частью Парижа, а сегодня это его один из самых известных районов. Художники, поэты, музыканты до сих пор черпают здесь вдохновение. О, Славка, смотри. А ты говорил, здесь нет людей в беретах. Нет, что все это стереотипы. Вон, первый пока единственный художник здесь на площади Тертер в берете. Хотя в тельняшках я полно видел людей. Вот, кстати, один из них. А вот второй. Нас мало, как говорится, но мы в тельняшках. А вот оно, знаменитое бестро у мамаши Катрин. Где-то здесь находится вот легендарная памятная доска, гласящая о том, что 30 марта 1814 года, это, кстати, день взятия Парижа русскими и союзными войсками. В общем, здесь, на этом холме, казаки впервые произнесли слово «быстро», «быстро». Собственно, таким образом родился первый предок всех французских «бистро». Конечно, многие французы оспаривают происхождение этого слова «бистро», но мы-то русские знаем, как было на самом деле. И вот такие милые кафешечки с обязательно выставленными столиками на улицу разбросаны по всему Парижу. Это у них вот церемония такая сесть и смотреть на проходящих туда-сюда, туда-сюда. Желательно все это делать с чашечкой кофе. Кстати, это кафе не простое, а знаменитое на весь мир. Узнаете? Да-да-да, это то самое кафе. Называется «Две мельницы». Все эти кафе на Монмартре в основном привлекают туристов. Именно поэтому истинные парижане предпочитают трапезничать в других, не менее колоритных, но менее раскрученных местах города. А сейчас я вам покажу истинно парижский, нетуристический квартальчик с громкими, шумными барами, с атмосферными и безумно вкусными ресторанчиками. М-м-м, пойдемте. Кстати, вот эта улица называется «Улица принцесс». Тут нет мишленовского пафоса. Ценник вполне демократичный и порции некрохотные. О, а у вас есть лягушачьи лапки? Да. Что и требовалось доказать. В нормальном, приличном парижском ресторане вы не встретите вот эту вот китайскую дичь. Кстати, про дичь. Я буду утку, вот эту вот, и эскарго. Да, шесть улиточек, пожалуйста. Итак, улитки. Угу. И не надо воротить нос. Да, самые настоящие улитки. Что, пробуем? Вот, смотрите-ка. Пожалуй, это лучшее эскарго, которое я когда-либо отправлял тебе в рот. Это очень вкусно. Гурманничать во Франции – дело обязательное. Для начала стоит пройтись по классике. Вот эти самые виноградные улитки, луковый суп, рататуй, салат несуаз и... Всевозможные вариации на тему утки. От знаменитой фуа-гра и конфи до грудки в апельсиновом соусе. О, ну, наконец-то. Вот уже все поели давно и разбежались, пока мы ждали. Хотя, это же мы такие русские и нетерпеливые. Да быстро, быстро нам подавай. Нет, в Париже обед и ужин – это целые церемонии. На обед они закладывают час-полтора, на ужин – два. И что особенно отличительное... Они не говорят «бон аппетит», они не желают приятного аппетита, а говорят «бон дегустасьон». Желают приятного смакования, дегустации этого блюда. И вот сейчас со мной это происходит. Боже, это шарман. Монифик. Потому что снаружи хрустящая корочка, а внутри утка сыроватая, но нежная-нежная, таящая во рту. В сладком соусе. Все-таки настоящая французская кухня поистине бесподобна. Но для того, чтобы прочувствовать в Париже ее истинный вкус, обходите стороной все места, заточенные под туристов. Выбирайте те рестораны, в которые ходят сами парижане. Бон дегустасьон. Да, скромное обаяние парижских кафешек завораживает. Но вот вам еще несколько истинно парижских тревел-хаков. Слав, тебе в супермаркете ничего не надо? Кстати, а ты знал, что истинные парижане вот в таких магазинах не покупают три продукта? Это хлеб, мясо и сыр. Сыр они покупают... Во, смотри. Ля франжерия. Специальная такая сырница, сырный бутик. Называй как хочешь. По случаю заглянем. Спасибо. Ох, тут ароматище такой сырнючий стоит. Вы знаете, кстати, что во Франции никто не может прочитать точное количество сортов сыра? Кто-то говорит 500, кто-то 350, кто-то называет цифру 1000. Да, это и не важно. Главное, что все они вкусные. Бонжур. Какой сыр у вас самый вкусный и ваш самый любимый? А, ну камамбер, понятно, да. Мерси баку, арууар. В Париже достаточно знать три слова. Бонжур, мерси и арууар. И тогда перед вами раскрыты любые двери. И улыбка француза обеспечена. К выбору булочной парижане подходят так же остро и серьезно, как к политике и религии. Если день без багета, считай, что он прожит зря. Бонжур. А дайте мне, пожалуйста, вот самый-самый свежий багет. Ммм, потрясающий аромат. Он еще тепленький. Арси баку. Истинному парижанину вообще, можно сказать, не нужны никакие рестораны. Им достаточно вот так вот прийти на набережную Сены, выбрать какое-нибудь вот милое местечко, сесть и наслаждаться. Достать хрустящий багет, ароматный сыр и терпкое вино. И главное, никуда не торопиться. Я считаю, сейчас передо мной все составляющие ДНК истинного француза. Что может прекраснее вот так вот сидеть на набережной и любоваться видами любимого города? Как всегда, ничего. Донбережная музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидеть Париж и приобщиться к великому, великому искусству. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лувр. Главное место паломничества всех туристов к шедеврам мирового искусства. И их тут действительно много. И шедевров, и туристов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не толпиться в многочасовых очередях, а они тут в любое время года, крайне рекомендую приобретать билеты заранее онлайн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут можно провести неделю в изучении всех экспонатов. Но понятное дело, что первым делом все бегут. Нет, даже не к скульптуре сидящей писец. Да, 635-й зал. А, к Джаконде. Да. Пойдем к Монолизе ими. Ну а по дороге, к той, которая уже много веков завлекает всех своей улыбкой, одним глазком посмотрим и на другие хиты Лувра. Вот, например, не менее знаменитая барышня Венера Милосская. Никитка, снимешь фиговый сюжет про Лувр, вот у тебя руки будут точно такими же, понял? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никитка, скульптура тебе тоже как напоминание. О том, что может быть с тобой, если кадры будут из Лувра не очень, понял? Вон. Уже такая картинка вырисовывается неперспективная, да? Без рукой и без головы. М-м-м. И без ног в Лувре тоже можно остаться. Все. Не снимаем, хватит. А! Ой, одним глазком, что там? Говорят, чтобы увидеть все произведения музея и провести перед каждым из них не более 30 секунд, нужно потратить по крайней мере 100 дней без сна и отдыха. Ну вот и она. Красотка на миллион. Точнее, почти на 800 миллионов долларов. Я слышал, что если долго смотреть на эту картину, можно сойти с ума. Были прецеденты. Но я готов сойти с ума от вида количества туристов, делающих селфи на фоне этой картины. Сделаю я. Все. 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 Селфи сделал на картину размером с открытку, да еще и под пули непробиваемым стеклом посмотрел, ну и, конечно, как многие, разочаровался. Парижане не очень понимают всю эту истерию по Джоконде и предпочитают наслаждаться искусством в другом музее. Здание бывшего железнодорожного вокзала, зайдя в которое сегодня, ты отправляешься в другое, особенное путешествие в мир искусства. Музей с особым шармом – Курсе. Здесь, в отличие от Лувра, не так много экспонатов. Но зато атмосфера здесь поспокойнее, что ли, будет. Никто никуда не торопится, пытаясь объять необъятное. Нет толп туристов, и еще здесь очень много света. А ведь когда-то вот здесь вот прям были рельсы и ходили поезда. Так, я буду вашим проводником на сегодня. Чай не предлагаю, а вот шедевры живописи и скульптуры – пожалуйста. Арсе – храм импрессионизма и постмодернизма. Ренуар, Дега, Сезанн, Мане. Что ни фамилия, то гений. Что ни картина, то шедевр. Мане изумительно. А это, по всей видимости, местная Мона Лиза и Джаконда. Музей Остер. Картина Ван Гога «Звездная ночь». Смотри, как выдавилось все, мурашки пошли. Вау! Ничего себе реакция. У моих друзей эта любимая картина. И когда он сюда приехал и увидел ее, он просто расплакался. А у меня мурашки. Что это такое? Покажи поближе. Есть в этой картине что-то неуловимо завораживающее. Как и в другом, не менее известном экспонате Орсе. Внимание! Сейчас будет шок-контент. Помните скандал, когда Фейсбук заблокировал пользователя и удалил фотографию, на которой было изображение одной известной картины? Просто социальная сеть посчитала это изображение непристойным. Так вот, эта картина находится здесь, в музее Орсе. И принадлежит этот шедевр кисти Густава Курбе. Происхождение мира. Так, детей убирайте от экрана. Убирайте. Убирайте. Эту скандальную картину не выставляли 120 лет. Да, пуританской ее не назовешь, но в наше время, честно говоря, и не такие провокации встречаются. К примеру, в еще одном популярном музее Парижа, центре современного искусства Жоржа Помпиду. Там и авангард, и новый реализм, и поп-арт, и все такое неоднозначное, фантазийное и вызывающее споры. И у простых туристов, и у искусствоведов. Субтитры создавал DimaTorzok